На соревнованиях в Алжире российских спортсменок заявили как сирийских. На панорабских играх, которые проходят в Алжире, российских спортсменок заявили как сирийских. Некоторым сменили фамилии и даты рождения, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на телеграм руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, российские спортсмены пытаются обойти санкции по принципу использования третьих стран и участвовать в международных соревнованиях. К примеру, на панорабских играх в Алжире российских спортсменов заявили как сирийцев, написал Ермак, так, российская метательница копья Карина Полуткина якобы стала гражданкой Сирии и сменила имя на Карина Палат, также за Сирию выступают россиянки Анастасия Сорокина, указано как и нас Саркин, плавание, и Татьяна Малькова, указано как Татья Малка, велоспорт. При этом последняя помолодела на год, вместо 2000 года рождения у нее на сайте панорабских игр указан 2001-й, реэкспорт комплектующих через третьи страны, а теперь еще и перевоплощение спортсменов. Что ж, должны закрывать эту лазейку, подчеркнул руководитель опуса участия россиян и белорусов в международных соревнованиях. Ранее Международный Олимпийский комитет постановил разрешить российским и белорусским спортсменам вернуться на мировую спортивную арену. Они должны выступать как нейтральные лица при условии, что они не поддерживают войну в Украине и не связаны с армией. 28 марта МОК рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, но при условии нейтралитета. Эта рекомендация касается только одиночных видов спорта. Кроме того, президент МОК Томас Бах заявлял, что олимпийские спортсмены не должны становиться инструментом в руках международной политики. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.